Вот я отдельный сюжетик сделаю про этот магазин. Если мне там, конечно, я думаю, разрешат снимать. Мне что-то так уже кажется, что разрешат. Вот там тоже, видите, сувениры, какие-то книжки. О, матрёшки продаются, ребята, вот посмотрите. Русские матрошка. Вау! Но мы пойдём в магазин. Я решила прям, знаете, прям вот всё-всё снимать. Вот как вот я захожу сюда. Вот мы заходим. Только мы зашли и сразу видим, конечно, схему, что где продаётся. Вот, и начинаются игрушечки мягкие, всякие разные. Медведи стоят, красавцы. Вот, дети, конечно же, и взрослые. Все наслаждаются замечательными игрушками. Вот, медведь чёрный. 74,98. Вот эти все огромные animals. Ой, такие animals огромные, мягкие. Они, конечно, стоят много, потому что ваты туда много надо. Вот, видите, какие цены. Ну, это слон самый дорогой, полторы тысячи. Вон он. Что-то очень дорого, конечно. Не, мы такие игрушки покупать не будем. Вот видите, какой сам магазин. Он такой длинненький и двухэтажный. Я помню, когда я сюда приехала, то я на втором этаже купила Микки и Мини Маусов. Таких хорошеньких, такого среднего размера. И я очень любила отправлять посылки в Россию первые годы. Я посылки огромнейшие отправляла. Вот, и я отправляла туда игрушки. И вот эти Микки и Мини Маус, мне кажется, у меня, где-то у детей до сих пор. Девочка. Привет! Hello! У меня до сих пор эти... Вот мы сейчас сюда на эскалаторе поднимаемся вверх. Наверх. Вот у меня... Вы понимаете, вот эти вот у детей, вот эти Микки и Мини Маус, это вроде как вот привет из Америки от бабушки был. Они хранят эти игрушечки с удовольствием. Так. Поднялись мы на второй этаж. Вот видите, там переставляют собачек дядечка. Переставляют собачек красивых. На лайки, что ли, похоже. А мы вот так сверху с вами посмотрим общий вид. Может быть, вы приедете, когда в Нью-Йорк, вы в этот магазин, конечно же, придёте. Хотя бы просто, знаете, если вы ничего не купите, то хотя бы просто для общего развития, ну, чтобы... Ну, все в этот магазин почему-то заходят. Любят сюда заходить люди. Просто походить, отдохнуть, прохладцы. Тут вот прилавки что-то переоформляются. Мы туда не пойдём. О, там далёкий магазин туда. Очень далеко вот туда большой отдел. Вот тут очень много всяких игр. Конечно, в этих играх я не разбираюсь, потому что... Ну, отстала я от жизни, от игрушечной. Это игры, девушка, объясняет, как игры играются. Вот. Тут вот, конечно, от этих игр я очень уже отстала. Я вообще отсталый человек от игрушек. Мне нравятся игрушки для взрослых. Вот, а? Вот заходишь в такой магазин, особо толпы-то нету. Видите, как-то здесь всё тихо, спокойно. Тут водичку можно купить. Вот. Тут какие-то мелочи. Я, конечно, туда вот... Вы знаете, в эти игры не пойду мальчишеские, потому что я в них вообще ничего не понимаю. Мне даже и неинтересно там. Я лучше пойду в какие-нибудь вот такие вот... Смотрите, какая детская... Какие цветочки продаются. Для девочек вот комнату украшать. Вау, so cute! Мебель какая вот для девочек. Видите, комнаты всякие. Дадечка такой уже пожилой стоит. У меня больше вот это мне интересно. Для девочек. Я же девочка. Я же девочка тоже. Вот куклы. А куклы стоят... А что-то сразу и центы не увидишь. Надо... Надо ходить и всё высматривать. Вот видите, девочку завивают тут же. Ей кудряшки делают. О, как интересно. И для детей продают вот эти вот, видите? Спасибо. И это $10.00 лас. So, это будет $79.00 и вы используйте только на картику. Это будет $79.00. Вы используете только для девочек. Здесь у меня есть более функционально. А в то же время, вы не думаете, что вы используете от себя за кого-то ли? Вы просто надпишите на картику и вы только на картику. И это просто два. У меня так может быть. Вот. так пойдем дальше что-то с детьми делает посмотрим дальше вот тут видите детям делают какой-то косметика детская девочка видите тут мажут ручки кремом вот помада вот такая для девочек она говорит очень хороший кремик мягенький такой косметика всякая для девочек и наборы так сколько они стоят по 48 по 49 долларов недорого но целый наборчик например вот а здесь мальчиком так а тут ногтики вот красят им дизайн какой-то делает там девочка платье меряет ой для детей здесь просто раздолье а здесь детская бижутерия для девочек всякое разное начиная от бабочек очков каких-то бабочки так а это бабочка наверное она знаете что это как может быть рамка а джувелри а сюда вешать всякую бижутерию можно подставка для бижутерии это вот бижутерия так ребят без очков цен никаких не вижу короче бижутерия ободочки кстати ободочки мои любимые его я люблю ободочки тоже я люблю ободочки но у меня есть ободочки летние которыми я буду пользоваться может быть я даже что-то себе и выберу детская почему нет вот шпилечки всякие разные шпилечки всякие разные ok ну ладно мы пойдем дальше ну вот погуляли мы с вами по детскому магазину по центральному детскому миру только это не той за раз знаете здесь той за раз очень популярные конечно эти эти войска залежат он сосут и улыбаются что только не делают малыши господи сколько сейчас ли детишек всяких развлекалок мы вырастали совершенно на другом на другом на другом но это и хорошо что вот видите рыцарь из пазл сделан так ну ладненько наверное я выхожу из магазина вот и пойдем с вами дальше погуляем вот видите табун лошадей два пингвина императорских а здесь стайка собачек дяденьки сделали стайку собачек видите а мы спускаемся вниз ух жар птица какая красавица ой вот эту жар птицу я бы себе на ветку повесила во дворе если бы у меня была бы ветка так а сколько стоит эта жар птица мне интересно даже стало так цену на жар птицу я так и не нашла вот такие сумочки нью-йоркские стоят 13 долларов такие простенькие сумочки такие вот кошелечки на там внутри шнурочек наверное вместо ручки ну и тут другие торбочки есть нью-йоркские тоже примерно так же стоят 14-15 долларов вот тут чашки продаются нью-йоркские так а чашечки стоят чашечки стоят я время тратить на поиск не хочу цены я потом вам лучше может быть сделаю так шесть или восемь девяносто девять ребят вот посмотрите цену сами видите цену да окей видите да кстати симпатичные чашечки между прочим такие вот они легенькие красивые хорошие чашечки кепочки про нью-йорк тоже 999 не так все и дорого все доступно очень даже все доступно так чтобы вы сориентировались вон там центральный вход а мы идем на первом этаже вот 39 долларов такие лошадки я цены говорю чтобы вы как бы в курсе были а здесь сладкий сладкий мир сладкие американские конфеты ерундовые я их не люблю вот такие американские всякие жевалки сосалки глоталки детишки конечно любят это все вот прям берешь и берешь и на развес что тебе надо на развес на штуке а вкусно пахнут очень вкусно пахнут вот так что вот берешь вот эту пустую баночку и набираешь в нее конфеты боже мой каких только американских тут нету этих всяких разных цветных конфеток вот вы эти кулечки можно набрать видите вот цена сами поймете сами прочтете вот девушка на кулечки мальчик набирает всякие конфетки кстати вот эти вот вкусные вот эти вот вкусные они уже все на вкус знают набираешь помаленьку всяких вот тут пошли уже даже и риски вот и риски кулечки шоколадные уже конфетки пошли так так а тут что а тут уже пошли шоколадки всякие и печенюшки а это касса где ты уже потом взвешивают тебе и пробиваешь и довольные маленький ждет конфетку сладенькую короче походили мы с вами по сладкому миру вот тут же есть игры где можно самим какие-то конфеты сделать всякие разные всех не перечислишь вот видите всякие такие пряники кстати вот этот пряник очень мягенький 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 окей видите как это вот баночка звуки издает интересные вот тут конфеты всякие делать машинки для девочек интересные ребята тут девочкам и мальчикам сластеным можно развернуться так ну ладно наверное я пошла на выход потому что у меня время все-таки ограничено я конечно забываюсь иногда но забываться нельзя окей ничего я сладкого не купила сладкой мне нельзя потому что я сама сладкая о какие подушки ребята сладкие подушки голову положишь и сразу баеньки окей смотрите какая интересная фактура вот оттуда из сладкого мира мы пришли и я наверное выхожу на улицу выходим до свидания мишки я вернусь не скоро добрый говорит добрый мои добрый добрый кстати ребята мы с вами и сразу же я вот что-то не разглядела вон там видите рикши Вот, рикши, рикши, рикши А это вот опять я хочу показать Русские матрёшки Русский бизнес Что-то плохо их покупают Потому что люди всё-таки приехали в Америку И хотят купить что-то американского Ну, может быть, русские матрёшки тоже покупают За матрёшками надо ехать в Россию Так, окей Вышли мы из этого вот магазинчика Вы там теперь тоже побывали Видите, мы вместе с вами изучаем Нью-Йорк Это очень даже интересно Я вчера изучала Одессу Там ещё не все серии ребята выложили Они ещё покажут какие-то серии про Одессу Вот А сегодня мы с вами гуляем по Нью-Йорку Очень даже хо-ро-шо Денюжки, денюжки, денюжки кидают люди Но больше кидают золотых монет, а не серебряных Потому что золотые монеты самые дешёвые Самые дешёвые Вот вы уже эту площадь почти-почти в деталях изучили Это офисное здание Вот Так что Пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok